Google разрывает деловые связи с Huawei, или «Война США против Китая». На устройствах Huawei перестанет обновляться Android, а следующие поколения смартфонов не будут иметь доступа к сервисам Google. Такой поворот уже назван этапом торговой войны США и Китая. Но так ли это на самом деле? Ставь лайк, будет жарко. Погнали! Настоящая причина произошедшего – это речь господина Си Цзиньпина, в которой он рассказал о стратегической инициативе под названием «Сделано в Китае 2025». Идея в том, чтобы добиться господства в сфере высоких технологий – от робототехники и искусственного интеллекта до суперкомпьютеров и квантовых компьютеров будущего. После таких заявлений господин Трамп, вероятно, перестал спать по ночам и понеслось. Америка вступила в войну, цель которой – не допустить господство Китая в пяти ключевых сферах IT. Первое – это суперкомпьютеры, необходимые сегодня для решения научных и военных задач. На 2018 год в Китае находились 206 самых быстрых компьютеров в мире, а в США – всего 124. Две мощнейшие до недавнего времени машины Sunway Taihu Lite и Tianhe 2A находятся именно в Китае. И хотя суперкомпьютер Summit вернул Америке первое место, это гонка, в которой число китайских участников растет, а число американских сокращается. Вторая сфера – микрочипы. Недаром вместе с Google работать с Huawei отказались Intel и ряд других компаний из этой же сферы. В микрочипах Китай серьезно отстает, но намерен это изменить до 2025 года, благодаря выделенным на это 30 миллиардам долларов. Это особенно важно для того, чтобы стране конкурировать в третьей сфере – искусственном интеллекте. Пока американцы беспокоятся о том, приведет ли общий ИИ к апокалипсису, Китай поставил перед собой национальную цель – стать глобальным лидером ИИ к 2030 году. Сегодня Поднебесная уже мировой лидер по технологиям наблюдения с использованием ИИ, следя за собственными гражданами и готовясь к применению искусственного интеллекта в случае кибервойны. Ирония в том, что именно Google построила крупный центр искусственного интеллекта в Китае. Четвертая сфера – сети 5G. Сегодня Китай стремится доминировать в 5G, устанавливая основные технические стандарты, которые придется принять остальному миру. Пятая и, возможно, самая важная сфера – это гонка по созданию первого крупномасштабного квантового компьютера. Используя субатомные частицы и принципы квантовой физики для обработки данных, квантовые компьютеры легко превзойдут самые быстрые суперкомпьютеры. Они за считанные секунды смогут разблокировать практически все общедоступные системы шифрования, которые сегодня используются в мире. В прошлом году Китай начал строительство объектов провинции Аньхой за 10 миллиардов долларов для разработки квантовых технологий как для военных, так и для гражданских целей. Китайские IT-гиганты, включая Alibaba и Huawei, активно участвуют в проекте. Вероятнее всего, именно в этом причина действия правительства США и крупнейших американских технологических компаний. И сейчас мы наблюдаем начало холодной технической войны между США и Китаем. Кто станет в ней победителем? Голосуйте в комментариях и не забудьте подписаться на канал. Впереди еще много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok